Зоя Викторовна «Разница, из чьей утробы дитятка на свет Божий выбралась? Ты это чудо раньше матери в руки возьмешь. Внутри все трепещет, словно ты сосуд, который Господь любовью наполняет. Перережь поповину, врач осмотрит новорожденного, а уж потом и роженицы, если все нормально отдашь». Любила Зоя Викторовна свою работу, души в ней не чаяла. «Маленькие такие», — рассуждала она, — «чистые, грехом не запятнанные. Первородные не в счет. Это затем уже станех поганивает блудом да прочими мерзостями». Знала старушка, что те мальчики и девочки, которых она лет пятнадцать назад встречала на входе в этот мир, сейчас садомитыми да блудницами обернулись. Мальчики уподобились девочкам. Макияж наводят, маникюры, педикюры и трусы проститутские носят. Зато девочки водку в три горла жрут, как брат мой покойный в лучший год не жрал. А он, между прочим, от заразы ентый слег в могилу. А платья какие носит? Стыдоба. Идет с жопой полуголой виляет. Вот как такую, прости, господи, шалавой не обозвать? Но тут и родители виноваты. Не приучают чад с малолетства в церковь ходить. А там батюшка напутствиями своими уберег бы детей от дьявольского влияния. Рассказал бы, как одеваться можно, а как нельзя. Как вести себя, дабы господа не огорчать. Есть же хорошие ребятки. Храмы, строящиеся, оберегают от вандалов до язычников поганых. Не дают проводить концерт в Станинске. От абортов дурех малолетних отговаривают. Частенько она предавалась подобным раздумьям. Дискутировала о них с отцом Мануилом, в котором сыскала одушину для изводивших ее тревог. И так уж случилось, что одним осенним вечером угодила она под колеса Лексуса, за рулем которого с початой бутылкой виски и с приставшими к бороде крупицами кокаина сидел обожаемый ею отец Мануил. Сам удар о морду железной твари оказался несмертельным. Так, руку да пар ребер сломала. Зато головой об асфальт Зои Викторовна приложилась знатно. Тут уже и душа из тела вышла, манимая далеким светом. И даже как потом сама старушка вспоминала, апостол Петр звал ее поторапливал. Но кончилось тем, что голос святого сменил с причитанием зевак, облекущий свет серым небом. Лечение прошло легко и быстро. Кости срастались, как у подростка. Травм головы, за исключением сотрясения мозга, не обнаружилось. Неэстетичный шрам прикрыли седые волосы. Так, на закате декабря, не в силах прокуковывать в одиночестве остаток больничного отпуска, Зоя Викторовна вернулась на работу. Бодрым шагом ступала она по каше из сталого снега и реагентов, предвкушая отраду от встречи с розовыми карапузами. Вот только не хлынула радость ни горным потоком, ни хиреющим ручейком. Зоя Викторовна не могла понять, в чем дело. Зашла в палату новорожденных, где младенцы мерно посапывали в колыбельках. Ноль реакции. Ни радости, ни умиления. Словно это не дети лежали, а поления какие-то. Приняла роды, смотрит на человечка и видит непрекрасное дитя, появившееся на свет Божий, а мелкого, замаранного липкой гадостью орущего недоноска, которого аж держать противно. Снова заглянула в палату новорожденных без изменений. Десять абсолютно безразличных ей будущих садомитов и блудниц. Вышла, направилась в ординаторскую, заварила чай. И тут на нее снизошло озарение. Дети перестали рождаться чистыми. Сатана теперь их опоганивает еще до рождения. Нет больше христовых невест. Есть невесты адовы. Маленькие шлюшки, которые лежат в колыбельках да мечтают, кабы им швыча подрасти да окунуться с головой в грех. Бесята мелкие. Антихристы. Зоя Викторовна вспомнила свет, голос апостола Петра и осознала, почему душа ее не к вратам святого рая вознеслась, а не спала обратно в бренное тело. «Господь неспроста вернул меня», – заговорщицки прошептала старушка. Не ведала она о существовании редко встречающегося синдрома Капгра, при котором человек может начать считать кого-то из знакомых подменышем. «Это не моя жена. Да, она похожа на нее, как две капли воды, но это не она. Ее подменили». Даже если бы и знала Зоя Викторовна об этом синдроме, вряд ли поняла бы, что причины апатии к новорожденным стали не дьяволовы козни, а травма головы. Быстрым шагом она зачеканила в техническое помещение. Как и предполагалось, на рабочем месте сидел только традиционно болеющий похмельем Леонидыч, который, стоило ей войти, вежливо откланился и, театрально прикрыв рот рукой, выскочил в коридор. Судя по звукам, до туалета он добежать не успел. Зоя Викторовна взяла то, за чем пришла, и ретировалась прочь. Прошла мимо Леонидыча, виновата рассматривавшего свое произведение искусства, так сурово раскритикованная уборщицей. «И дня не проходит, чтобы ты мне тут пол не заболевал, паразит такой! Я тебя мордой туда сейчас окуну! Что стоишь? Думаешь, я за тобой тут убираться буду? А ну, бери тряпку!» Зоя Викторовна не стала обременяться дослушиванием тирады и свернула за угол. В лифте поднялась на два этажа ближе к райским вратам. Жеманно улыбнулась молодой родильнице, которую везли на каталке. «Бабушка божий одуванчик», — подумала молодая мама. «Вонючая потаскуха», — в свою очередь подумала Зоя Викторовна. Она вошла в палату для новорожденных и подперла дверь одной из колыбель, пробежала взглядом по просыпающимся младенцам. «Ну что, антихристы, пора обратно в ад!» — сказала божий одуванчик и вынула из-под халата молоток. – Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok